В Ташке прошла церемония передачи звезды Героя России родственникам вертолётчика Алексея Тарасова, который погиб в ходе специальной военной операции. Высшее в нашей стране государственное звание офицеру было присвоено указом президента Владимира Путина. В мероприятие приняли участие губернатор Игорь Руденя и председатель законодательного собрания Сергей Голубев. Алексей Тарасов в течение долгого времени принимал участие в специальной военной операции. На вертолёте КАП-52 выполнил 82 вылета, уничтожив более 150 единиц военной техники. 2 октября 1922 года он обнаружил танковую группу врага и принял решение атаковать. В результате наступление противника было сорвано, но экипаж подполковника Тарасова погиб. В России много героев. И те ребята, которые принимают вне зависимости, в каком-то звольском звании, рядовой офицер, генерал, мобилизованный доброволец, это все герои. Герои по духу. Участниками церемонии стали семья героя. Губернатор Игорь Руденя, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, сослуживцы Наталья Клещенко, вдова героя России Василия Клещенко, погибшего в СВО, юно-армейцы. Как отметил в своей речи глава региона, Алексей Тарасов является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за родину. Высший героизм на поле сражения – это вступить в бой с превосходящими силами противника, сковать его, победить его и дать возможность спасти жизнь своим больным товарищам. Именно так и поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Павлович Тарасов. После вручения семье звезды Героя Российской Федерации, участники церемонии почтили память подполковника Алексея Тарасова минутой молчания. Перед церемонией Игорь Руденя пообщался с мамой, супругой и детьми Алексея Тарасова. У него остались трое сыновей. Старший, Михаил, выпускник Торжокской школы номер 5, планирует продолжить дело своего отца и сейчас готовится к поступлению в летное училище в Сызрани. Губернатор отметил, что со стороны региона семье Героя будет оказываться поддержка по всем вопросам.